Добрый день, друзья! Приветствую вас на моей кухне. Сегодня хочу вам показать, как я буду готовить печенье из арахисовой пасты. Здесь в Англии очень популярна эта паста. Даже деткам на завтрак там мажут на бутерброды. Для меня она слишком жирная. И вот у меня застоялась баночка. Надо её использовать. Обычно печенье из арахисовой пасты делают, предпочитают делать из такой гладкой пасты. Я сегодня у меня паста с кусочками орехов. Такие вот кранчи, кранчи пинопаттер. Здесь довольно-таки крупные кусочки арахиса. Я думаю, это будет вкусно и намного интереснее это печенье. Ну, попробуем. Я не знаю, почему рекомендуют более такую гладкую пасту. Будем экспериментировать, как всегда. Итак, что для этого печенья нужно? Делается оно очень быстро. В принципе, единственное, надо будет минут на 15-20 в морозилочку тесто положить. Вот это такая заминочка будет. А так, 150 грамм муки. Я сейчас эту мучицу сразу пересыплю вот сюда. Чтобы просеять ее. Ничего страшного, немножко просыпала. Вот, 150 грамм муки. Муку, как всегда, смешиваем с разрыхлителем. Я буду использовать где-то, ну, наверное, вот так. Чайную ложку разрыхлителя, но без верха. Так скажем. Тоже вот сюда в муку. И щепоточку соли. Нет, соли я, наверное, все-таки, когда буду взбивать яйца. Вот так. Мука с разрыхлителем готова. Теперь масло сливочное. 100 грамм. Оно у меня мягкое. Я его держала в комнатной температуре. Его нам нужно будет сейчас взбить. 50 грамм простого белого сахара, мелкого. И я взяла 50 грамм тростникового сахара. Мелкий лучше взбивается с маслом. А тростниковый, ну, даст, придаст этому печенью все-таки немножко другой вкус. Тростниковый сахар работает в выпечке. Я думаю, что вот такая вот смесь как раз будет очень даже хорошо. Сахар с... белый сахар с маслом. Одно яйцо. Переливаю в эту посудину. И тростниковый сахар сюда. Вот сейчас я должна яйцо с этим сахаром и масло с белым сахаром взбить до пышности и соединить. Когда я это все сделаю, я к вам вернусь, покажу, что буду делать дальше. Паста у меня. Значит, повторюсь. Мука 150 грамм. Неполная чайная ложка разрыхлителя. 100 грамм масла. В общей сложности 100 грамм сахара. Можете не делить. Это я экспериментирую. Одно яйцо. 180 грамм арахисовой пасты. Вот, собственно, и все. Все ингредиенты. 50 грамм еще я взяла арахиса для украшения. Тут у меня половиночки такие. Вот все. Сейчас я взобью и вернусь к вам. Вот, друзья, здесь одно яйцо и 50 грамм тростникового сахара. Вот в два раза в объеме увеличилась, поднялась. И здесь 100 грамм масла и 50 грамм белого сахара взбито. Сейчас я все это объединяю и еще раз подобью. Арахисовая паста у меня не сладкая. Но вот она с кусочками орешков такая. Поэтому, я думаю, 100 грамм сахара это не так много для печенья. Сейчас я это все смешаю аккуратненько. И еще раз подобью как следует. Вот так я смешала. И сейчас я еще раз это все взобью. И постепенно буду добавлять сюда арахисовую пасту. Муку в самую последнюю очередь. Чтобы вам, опять-таки, не жужжать здесь, я все это сейчас хорошенько взобью. И добавлю арахисовую пасту. И будем продолжать дальше. Вот, друзья. И чего уже взбивать не надо. После того, как вы отдельно взбили масло с сахаром и яйцо с сахаром, потом только чуть-чуть, вот при помощи миксера, быстренько смешивайте. Вот такая масса у вас должна получиться. Густота сейчас покажу. Вот такая она должна. Она держится на спачку, на лопаточке. Вот такая густая масса. И сейчас потихонечку буду добавлять муку с разрыхлителем. В описании под видео я обязательно вам укажу всю разгромовку. Смотрите там. В общем, ничего сложного. Все очень быстро. Кстати, я не знаю почему, но у меня на многих видео исчезли... Исчезло описание, исчезли сами рецепты, которые я записывала под видео. Я не могу понять почему, куда они исчезли. Может, я что-то там не то нажимала когда-то, я не знаю. В общем, придется мне по второму кругу все рецепты, которые там исчезли. Не у всех причем. Мне придется еще раз повторять, записать вам рецепты под видео. Потому что я знаю, что многие люди возвращаются к этим рецептам, просматривают повторно или просто рецепт хотят выписать себе, воспользоваться. Но это не моя... Я не знаю почему так произошло. Может быть, это моя вина, но сейчас я ничего не узнаю. Я в этом не очень разбираюсь. Но странно, что в одних рецептах видео исчезло описание, в других нет. Не понимаю, что там такое произошло. Говорю, может быть, я виновата. Вот. Так что под этим видео тоже будет рецепт. Я буду теперь следить. Если рецепт исчезнет, я добавлю, не переживайте. Но, в принципе, все видно из видео. Так. И последняя порция. Все, как все. Вот и все. Вот так. Сейчас я уже буду рукой работать. Нет, так лучше. Я чувствую тогда тесто. Ну, как по мне, так не хватает муки. Сейчас добавим мучиться чуть-чуть. Что и лисковато. Вот я ошиблась. Надо было. Двести. Я не очень хорошо помню. Но, по-моему, сто пятьдесят. Муки всего. Немного. Да, двести грамм. Вот сейчас хорошо. Двести грамм мучиться надо. Я напишу в описании. Вот тогда оно, видите, вот все. Тогда оно берется в руку уже сразу. С ним можно работать. Так. Крошечки сюда. Сейчас я быстро вымешу. Так. Покажу вам, какое тесто должно быть. Ну, вот все, в принципе, очень быстро. Просто приноровиться надо. Немножко. Вот, друзья, вот такой колобок у вас получается. Очень мягкое такое, эластичное тесто. Видите? И я его сейчас отправлю на 20 минут, 15-20 минут в морозилку, чтобы оно схватилось. И потом покажу, как я его буду формировать на противень. Ну, друзья мои, я подержала 15 минут в морозилке. Вообще, конечно, лучше. Утром приготовили тесто, положили в холодильник, вечером испекли. Или накануне даже, на ночь. Такое тесто масляное, его всегда лучше подольше подержать в холодильнике. Так. И теперь будем нарезать такие... Нарезать и формировать такие шарики. Не очень большие. Вот это такого размера. Вот такие шарики. У меня здесь подготовлен противень. И прямо вот кладу шарик и вот так пальчиками немножко приминаю. И всё. Больше ничего делать не надо. Положили. Двух сторон и так примяли. И следующий. Видите, рассыпается. Вот почему, наверное, и советуют, чтобы паста была гладкая. Потому что эти вот кусочки... Кусочки орешков. Вот они мешают сделать... Сформировать печенюшки. Но я думаю, это всё равно будет очень вкусно. Они, конечно, расплывутся, наверное. Всё это дело. Я делала из такой... Из гладкой пасты. У меня очень хорошо получились они. Да, вот видите, разрывает эти кусочки орехов. Разрывают эту печенюшку. Ну, для выпечки, я думаю... Равно неплохо. Больше расстояния сделаю. Так, сейчас я все разложу и вернусь к вам. Ну, вот, друзья. Я всё-таки их прорядила побольше. Сделала по три штучки. Положила по половиночке арахиса. И у меня осталось тесто ещё на пять штучек. Я его в морозилку и испеку в следующий раз. Отправляем в духовку. Духовка всего 160 градусов. И где-то 15 минут. Не больше. Когда мы вытащим это печенье, здесь какая особенность? Вам будет казаться, что оно не допеклось. Но нет. Всё будет нормально. Оно при остывании схватится и будет такое кранчик рогкое, такое рассыпчатое. Но оно будет готово. Не переживайте. Я сейчас отправляю в духовочку и вернусь к вам, когда оно будет готово. Через 15 минут. Ну вот, друзья. У меня ушло 15 минут. Ну, вы видели, я сделала большие шарики. Можете сделать чуть поменьше, и печенюшек будет больше. Значит, вот такие, как я делала, шарики крупные, значит, у меня 9 здесь, и ещё там где-то 14, 13-14 печенюшек должно получиться. Если будете делать помельче, значит, и выпекать будете не 15, а 12 минут. Я в описании так и напишу. 12-15 минут. Вот. Вот такое красивое печенье получается. У меня одна печенюшка подгорела. Моя духовка что-то стала... У меня духовка с обдувом. И вот то, что туда, ближе к обдуву, стало подгорать. Ну, уже ей, слава богу, 12 лет этой духовке. Ну, я не знаю. Ну, вот. На первый взгляд кажется, что они не пропеклись. Что они вот... Они же твёрд... Ну, видно, что пропеклись, потому что они внутри упругие, жёсткие такие. Ну, по мере того, как это печенье сейчас будет остывать, оно будет принимать такое... Я говорю, вот такую... Появится у него такая... Как песочное печенье. Вот. Рассыпчатость такая. Вот. Очень вкусное печенье. Пробуйте приготовить. Подачу я вам покажу в шорт-видео. Ничего сложного нет, как вы видели. Очень быстро. Я желаю вам удачи, как всегда, в приготовлении. И приятного аппетита. Пробуйте приготовить. Продолжение следует...